Всем привет! Меня зовут Алексей, и мы с вами находимся в музее часов All Time на Русаковской. Сегодня с Никитой мы поговорим про легендарные модели, какими они были и какими они стали. Ну и начать предлагаю с таких достаточно простых часов, с модели Seiko. Знаю, у тебя в коллекции есть классические трехстрелочные Seiko, костюмные часы, часы-дресс, их еще так называют, костюмники. Что было? 60-е годы 20 века, латунный корпус, покрытый позолотой, акриловое стекло, ну, собственно, вы у меня можете наблюдать царапины, и ручной механизм на 17 камнях, без автоподзавода, но уже с календарем. Соответственно, кожаный ремень, хотя у меня есть подозрение, что он не оригинальный. Эта модель у меня в коллекции совсем-совсем недавно, она еще не была поставлена на ход, но я думаю, это дело времени. Модель очень элегантная, в принципе, если ее освежить и привести в чувство, даже по сегодняшним меркам она будет выглядеть вполне себе современной, я бы даже сказал, такой винтажный стиль, как сейчас все любят перевыпускать. Только это настоящий винтаж, это не перевыпуск. А вот у нас есть сегодня здесь, например, модель, которая вполне себе может сыграть роль преемника такой модели, как у меня, и это уже современная бикалорная модель отсейки. Я так понимаю, у нее внутри автоподзавод уже есть. Вот, совершенно верно, да. Запас хода на 40 часов, 21 камень здесь используется, но, как ты сказал, это вот такое классическое исполнение. Единственное, что размеры изменились, если здесь мы с вами... И материалы, что важно. Да, про материал еще поговорим. По поводу размеров, вот было у нас сколько здесь, 32? Я думаю, 35 от силы. Да, что-то такое. То есть здесь полноценные 42-44 мы наблюдаем. А по материалам, да, если была латунь и акриловое стекло, то здесь у нас стальной корпус с ПВД-покрытием безеля под золото. Здесь у нас минеральное стекло, и здесь уже используется минеральное стекло по фирменной технологии Seiko Hardex. Высокая точность хода, мы про это проговорили. Стальной браслет также с ПВД-покрытием. Ну и, естественно, так как это у нас механические часы с автоподзаводим, сзади крышка у нас прозрачная, минеральное стекло. Можем посмотреть на сердце наших часов, как они работают. На их работают. Да, погрузиться, скажем так, во всю эту историю. Но визуально часы, естественно, очень-очень похожи. Да, это у нас и длинные индексы времени, которые располагаются по всем 12 часам. Здесь у нас... И форма стрелок. Форма стрелок идентичная. Я бы даже сказал идентичная, абсолютно буквально до деталей. То есть, свое наследие компания Seiko в модели Dias Dress полностью сохранили. Это то, что было. Над этим ты еще будешь работать, нам сказал. Сам будешь это реставрировать, да, и приводить в человеческий вид. Явно часами пользовались, часы любили, да. Они все еще аккуратно выглядят. Но, естественно, следы времени на них остались. Ну, как мне рассказала их предыдущая хозяйка, это были часы ее отца. Отец был торговым представителем где-то в странах Африки. Так что, видимо, мог себе позволить уже в те годы приобрести Seiko. И, видимо, так и ходил с ними, ну, практически до самого конца. Ну, а сейчас мы с вами видим достаточно доступные механические часы. Их себе может позволить практически любое, не очень их высокая стоимость. Но при этом это классическая, качественная, надежная японская механика. Это достойный преемник тех самых надежных Seiko. Следующая модель у нас тоже родом из Японии. Это модель у нас с вечным календарем от компании Orient. Все верно. В данном случае у меня модель новый мультикалендарь. Ну, соответственно, это уже второе или третье поколение моделей с таким с вечным календарем. Ну, вечный он здесь такой, немножко с условностью. Он выступает как некий календарь, на котором вы можете посчитать, какой день, в каком году будет приходиться на какое число, какого месяца. Это довольно такая замороченная система. Но, опять же, она была придумана давно. Не вчера и не сегодня. Это в то время, когда еще не существовало, собственно говоря, каких-то адекватных компьютеров и электронных календарей, вычислительных устройств. В данной модели у меня используется классический уже на тот момент, ну и до недавнего времени, механизм 46943 от Orient. Он не снабжен ручным заводом. Здесь только автоподзавод, который заводит пружину от движения вашей руки. Минеральное стекло. Ну, собственно, оно уже такое видавшее виды с царапинами. И штампованный стальной браслет. Он такой немножко гремит. В принципе... Плавающий. Да, плавающий. Особенно с течением времени он изнашивается, растягивается. Несмотря на это, в принципе, часы в довольно таком приличном состоянии. Многие, в принципе, я замечал, и в более удручающем состоянии носят свои часы. Ну, а у тебя, я так понимаю, это уже их современная версия. Полноценный приемник, в общем, да. Да, что ты можешь про них нам рассказать? Как я и сказал, да, это полноценный приемник. То есть, соответственно, здесь у нас вечный календарь. Вот это вот шкала и два дополнительных циферблата, которые отвечают за индикацию календаря года. Это, соответственно, месяцы и дни недели, которые мы настраиваем, выставляем вручную. И дальше, соответственно, пользуемся всем этим целиком и полностью. Выполнены часы в стальном корпусе. Минеральное стекло двойное. С первого поколения вот этой модели оно и не изменилось практически. Стали и минеральное стекло. Измененный обновленный механизм, который у них уже используется. В нем есть не только ручной завод, но еще и стоп-секунда. Да, стоп-секунда здесь есть. Что позволяет более точно как-то подстроить часы, если, условно говоря, вы их настраиваете заново. Поэтому часы, хоть и по материалам, но практически не поменялись. По удобству эксплуатации, по точности, по качеству они однозначно сделали шаг вперед. Да, но при этом сохранили целиком и полностью узнаваемый дизайн, узнаваемый циферблат. Сохранили вот эту фишку, которая давным-давно была придумана. И да, правильно ты сказал, сейчас это может быть уже не настолько актуально, но это вот определенный такой стиль. Красиво, прежде всего. Но не только красиво, но и функционально. Это все работает, естественно. Это немаловажный момент, который отличает на самом деле классические часы от каких-то там фэшн-устройств и изделий, которые многие там предпочитают покупать. Здесь все это полностью работает. Запас хода 41 час, 22 камня у нас здесь, соответственно, реализованы. Как я сказал, двойное минеральное стекло. Опять же, можем следить за работой нашего механизма. В отличие от предыдущей модели, которая у Никиты в руках, там задняя крышка закрыта. Ну-ка, а браслет? А, браслет здесь. А, нет, браслет такой же. Плавающий. Браслет остался штампованный, да. Ну вот, собственно, как я и сказал, по материалам, в принципе, японцы себе верны в определенной ценовой категории. Ну, здесь тоже важный такой момент, что этот, честно, у нас все-таки доступного ценового сегмента, поэтому прям какие-то сверхизысков в плане качества и в плане браслета не стоит ожидать. Это хороший стальной браслет. Я бы хотел еще вот спросить, наверное, на это обратят внимание наши зрители. Здесь только одна заводная коронка у нас представлена, а в твоей модели есть заводная коронка. Я вижу еще какую-то дополнительную кнопку. Собственно, эта кнопка отвечает как раз за манипуляции с календарем. То есть, так как у меня модель старая, здесь у меня механизм, который отвечает, условно говоря, за ход часов. И механизм вот этого календаря, его работы, он раздельный. Здесь уже именно сам вот этот вот подсчетный календарь, если можно его так обозвать, он интегрирован непосредственно в механизм. И, соответственно, во втором положении заводной головки вы в одну сторону меняете сегодняшнюю дату, которая отображается в окошке. А в обратную сторону, вращением головки, вы меняете именно календарь и уже можете воспользоваться подсчетом именно вот этих вот дней и чисел. Ну, то есть, непосредственно вот этот вечный календарь уже интегрировал в сам механизм. А в предыдущей модели это было два независимых механизма. А так вот действительно просто наследие, развитие одной и той же модели в течение времени мы можем наблюдать на примере этих двух моделей ориент с вечным календарем. Так как настоящая модель тоже ориент, переходим к ней. Что за ориент у нас? Это совершенно легендарная модель. Это, наверное, один из первых, ну, если можно так выразиться, современных ориентов, который у меня появился. Модель меня просто поразила. Они мне очень понравились. И это, как многие, наверное, уже знают, энтузиасты часовые, которые нас смотрят, это модель Мака. Это Мака самого первого поколения. Соответственно, здесь это дайвер 200-метровый, настоящий. Корпус полностью стальной. Здесь, так как у меня используется точно такой же механизм, как и в предыдущих часах с календарем, у меня здесь есть кнопка для переключения дня недели. Ручного завода у меня здесь нет, только автоподзавод. Универсального размера корпус порядка 40 здесь, я думаю. Он, в принципе, на любую руку отлично садится. Это часы немаленькие, часы такие довольно... имеют некоторую толщину. Минеральное стекло, но возвышающийся на одним же безель. Но безель в данном случае у меня именно. Он с алюминиевой вставкой, и поэтому, как вы можете наблюдать, она у меня уже очень сильно поцарапана. В принципе, как и сами часы. А у Алексея сейчас в руках это дальнейшее развитие всех вот этих вот идей популярных, которые заложила эта модель Мака. Это уже у него модель Orient Ray, если я не ошибаюсь. Соответственно, это уже совершенно другие часы, притом сохранившие все тот же стиль и функционал, как у самых-самых первых оригинальных Мака. Ну, как другие? Если, опять же, вот визуально даже их сравнивать, все осталось идентично, вплоть до ремешка, вплоть до грани на ремешке, вплоть даже до логотипа того самого, который характерен. Без кнопки. Да. Механизм обновленный. Механизм обновленный, 22 камня, 42 часа запас хода, автоподзавод, стоп-секунда, нет дополнительной кнопки, все настраивается на заводной коронке, стальной корпус, водозащита 200 метров, 20 бар, минеральное стекло, безель у нас, так как это у нас дайверские часы, поворотный, односторонний, стальной, с покрытием ПВД, плюс дополнительное покрытие центральной метки люминцетным раствором, светится в темноте, по глубине тоже все будет хорошо видно, все будет хорошо читаться. Да, сердцевина, скажем так, изменилась, но вот в плане исполнения, в плане дизайна, если даже прям вот рядом я сам положу, ну, в общем-то, просто одни и те же часы, просто это новое, а вот этими ты пользовался. Знаешь, я от тебя добавлю, что да, они, наверное, теряют вот такой вот блеск и лоск новизны, но покрываются такой вот патиной и паутиной историей. У нас тут такая сложилась японская история, поэтому не будем ее решать. Следующие у нас часы Casio. Куда же без них? Да, я вижу у тебя на руках модель Casio, я так понимаю, сейчас мы про нее будем говорить, но у тебя прям она такая вся кастомная-кастомная. Ну, немножечко, пришлось что-то поменять, в частности, я поменял силиконовый или какой-нибудь там полиуретановый ремень полимерный, да, на браслет, который пластиковый, но при этом он легкий и сохраняет за собой все функции, ну, всех металлических браслетов. И надел сверху дополнительную защиту, они все продаются, в принципе, в свободном доступе на одном известном азиатском сайте. Так что, если вы приобретаете какие-то G-Shock'и, в принципе, закастомить их не мешает вам ничего. Это модель под рефом G-56-200. Моделька по современным меркам тоже такой долгожитель, даже для Casio, который, в принципе, любит одни и те же модели выпускать довольно долго. Вся ее суть в том, что за основу взята оригинальная модель самого первого выпуска G-56-200, но к ней добавлено здесь несколько новых функций, в частности, второе время несколько будильников, и самое главное, может быть, одно из самых интересных, это солнечное питание. То есть у меня здесь часы на солнечной батарейке с аккумулятором, который от нее, соответственно, заряжается, и часы при должном уровне заряда аккумулятора полностью без солнца могут проработать порядка 8 месяцев. Ну, а общий срок службы аккумулятора 10-15 лет. 10-15 лет. То и больше. Ну, здесь получается действительно такая история, что у тебя в руках, в общем-то, культовая модель, с которой все для G-Shock началось. Мы подобрали аналог этой модели не исходя из квадратного корпуса, с которого все началось, а исходя из скобы, которую ты поставил, и сказал, что она кастомная. Вот эта вот скоба, которая представлена в модели G-400, модели у нас, по-моему, там до 19-го или 20-го года была перезапущена, и как раз она была перезапущена, и за этой самой скобы специально, в общем-то, ее вернули. Изначально скоба носила такую практическую функцию дополнительной защиты, как циферблата, то есть при падении часы падают непосредственно на эту скобу. Да, так как это G-Shock, я совершенно не боюсь сделать вот так, с учетом того, что у меня здесь стоит скоба, она первая принимает весь удар на себя, а уже полиуретановый кожух на корпусе ее облегчает. Резонирует все это, да. То есть, в принципе, до механизма, ну, я не знаю, там, наверное, ничего не доходит. Ничего не доходит, плюс дополнительная защита удары, то есть у нас по стеклу ничего не приходит, ничего не попадает. Эта скоба появлялась в квадратном корпусе, действительно были модели, и даже в рамках саб-бренда G-Shock Baby, женских вариантов G-Shock, она периодически отправляется, используется. Ее при желании можно снять, как у тебя, так и с этой модели, если она там не нужна или... Или если ее очень сильно мешает надеть под какой-то костюм, в принципе, Да, под какой-то костюм, или вы просто устали от каких-то металлических элементов. Если говорить про модель GD400, такой это базовый цифровой G-Shock с стандартным набором функций, это, соответственно, секундомер, таймер, будильник, автоматический вечный календарь, естественно, подсветка. В данной модели подсветка на отдельную кнопку вынесена, которая находится посередине, а не обычно вот это левое верхнее положение подсветки. Подсветка здесь светодиодная, да. Светодиодная, двойной белый яркий светодиод, хорошо читается, хорошо видно. У меня на модели подсветка старорежимная, электролюминесцентная, зелененькая, как многие, наверное, еще помнят у Casio, она использовалась очень часто и довольно долго, очень во многих моделях. Сейчас Casio от нее постепенно отходят, потому что, ну, светодиоды вышли на новый уровень, и, в принципе, они уже сейчас светят заметно ярче, чем электролюминесцентная подсветка. Да, если говорить по причинам, почему, в общем-то, переключились на светодиоды, отказались от этого эллиминесцента, хотя электролюминесцента позволяет там разные цвета делает, да, и вроде как они логичные. Более равномерное подсветивание. Но они с течением времени теряют свою мощность, и действительно там где-то через 7-10 лет уже она не так ярко видна и так хорошо читается. Ко всему прочему, она еще отличается повышенным энергопотреблением. Совершенно верно. Потому что вот светодиоды современные, они практически не потребляют. И плюс он не выгорает в ближайшие 20-30, иногда и 40 лет, то есть, соответственно, там через 10-15-20 лет, когда они светили, так и будут светить, так оно все и будет читаться. С точки зрения эксплуатации в темноте разницы никакой. Ну, здесь вот именно вот такая вот скоба их объединила, хотя разные браслеты, разные на самом деле модели, но вот в целом серия GD, она вышла из G-Shock первых, вот из этих Digital Watch, они почему там DW называются, цифровые часы. Потом из цифровых часов появился цифровой G-Shock, который получил название G-Shock Digital. GD, 400-е, 400-е поколение. G-Shock и разные, мы знаем, с вами бывает. И вот эта скоба просто как из элементов. Ну, и теперь на сладкое мы оставили самое сложное развитие, изменение. Самое интересное. Сейчас у меня в руках модель из моей коллекции, модель BP-120. Одни из первых часов в Casio, которые могут замерять артериальное давление. То есть, нужно приложить палец вот к этому фотодатчику и к вот этой заземляющей пластине. И в специальном режиме часы покажут твое давление и даже могут измерять частоту сердечных сокращений, то есть пульсометр. В принципе, кроме этой функции и времени, в часах ничего нет. Ну, только будильник разве что. Подсветка здесь еще очень-очень старая. Она сделана вообще на лампочке накаливания. То есть, это было даже до того, как Casio перешли к электролюминесцентной подсветке. Это очень старая модель. И что ее отличает от сегодняшних, это модель именно Made in Japan. То есть, не японский механизм, не собрана там в Таиланде или где-то в Китае. Это именно сделано в Японии полностью. Вот, очень старая, очень интересная модель. В принципе, как вы можете наблюдать на сегодняшний день, она точно так же прекрасно выполняет свою функцию. Часам? Ну, 40 лет, наверное. Это без малого. Сегодня для них есть прекрасный аналог. Правда, это уже из разряда более умных часов. Вот это, соответственно, у нас G-Shock. Ну, здесь мы, скажем так, в общем-то, зацепились за тему артериального давления пульсометра. И в рамках бренда G-Shock выходят модели с пульсометрами некоторые. И выбрали вот такую вот новую GBD-H2000, модель 22-го года. С привычным нам уже датчиком пульсометра. Проверизованно на инфракрасных диодах, которые располагаются на задней крышке. Которые постоянно осуществляют контроль, наверное. Ну, они по факту там фотографируют все время, да, вот эту беспрерывную фотосъемку, которая, в общем-то, замеряет кровоток у нас в руке. И приблизительные данные о пульсе выдают. Во время тренировки они будут более актуальны. Во время повседневной эксплуатации плюс-минус среднюю температуру по больнице будут показывать. Естественно, это не какой-то медицинский прибор. Но здесь тоже важно для понимания, что и вот эту модель никоим образом не позиционировали, как какой-то сверхточный медицинский прибор. Для ознакомления, для общего понимания. В инструкции так и написано, что не пользуйтесь этими часами, как полностью заменители медицинского оборудования. Они сделаны только для того, чтобы в какой-то момент помочь вам уследить. Условно говоря, если у вас есть гипертония или там аритмия. То есть, если вы чувствуете, что с вами что-то не так, вы на этих часах могли в моменте замерить это. И часы там на каком-то раннем этапе могут вам сказать, что у вас неравномерные сердечные сокращения. То вам нужно быть сейчас предельно осторожным. В принципе, эта модель, наверное, на сегодняшний день умеет все то же самое. Да, даже больше. Здесь и шагомер у нас здесь представлен. Здесь у нас и Bluetooth синхронизация представлена. Здесь у нас есть GPS синхронизация. То есть, такой вот вариант смарт-часов, но без прошивки как таковой. То есть, именно с такими спортивного, туристического характера функциями. Неубиваемого. Да, которые при этом целиком и полностью противоударные. Это G-Shock, напоминаю. С водозащиты, естественно, в 20 бар. Здесь, по-моему, водозащита в 5 бар. Здесь водозащита минимальная, она здесь просто водозащита. То есть, это 3 атмосферы, это буквально брызги воды, не больше. В этих можем отправиться в бассейн, купаться, плавать, отправиться на море путешествовать, покорять горы. Функционал очень-очень-очень богатый. Но при этом, да, время, при этом измерение пульса, при этом шагомер. Все это есть, все это работает, этим можно пользоваться. Благодаря наличию Bluetooth синхронизации, конечно же, можем пользоваться этими функциями через смартфон. То есть, настраивать, смотреть данные, выставлять. Даже на сегодняшний день не отразилась ситуация? Нет. Все работает? Все приложения доступны. Насколько я знаю и насколько я вижу, в Google Play Market приложения Кассио все доступны. Если они куда-то пропадут, а там некоторые старые приложения, кстати, пропали, там для самых первых Bluetooth часов они пропали, в сложности найти приложения для запуска, да, для, по крайней мере, Android смартфонов нет. Насчет iPhone там, наверное, чуть посложнее, с этой точки зрения. Но здесь как раз тот самый момент, вот у нас выходили там в 2014 году часы с Bluetooth синхронизацией. Несмотря на то, что приложение пропало, сами часы свою функциональность сохранили. Так как этот G-Shock, они еще будут ее сохранять очень и очень долго, благодаря хорошей защите, в принципе, по кругу, что от воды, что от ударов. Да, ну вот у нас получилась такая подборка моделей, с одной стороны, вот логичное развитие трехстрелочных часов, просто наследники своей истории, которые сохраняют дизайн, внешний вид и развитие неких идей. Хотя, повторюсь, вот в рамках бренда G-Shock, то, что Никита показал на своем запястье модель G-5600, она до сих пор выходит, выпускается. Иногда есть модели, которые в пластиковом корпусе выполнены, как все это было изначально. Кстати говоря, она недавно пережила обновление. Очередное. Очередное. МРЖ. Туда. Нет, 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 не МРЖ. Она так и осталась G-56200, у нее сменился номер модуля, там появилась мультиязычность, в том числе. А, это можно вывести в некоторых моделях. Да, есть такое. Ни недели на русском языке, если кому-то так будет проще. Но это именно что касается механизма. Например, не так давно была представлена ограниченная премиальная версия G-5600, то есть в читании, да, там 56 титановых элементов, сручной обработкой, сручной сборкой, да, люксовая. Но при этом и визуально все черты, все элементы остаются то же самое. То есть в рамках истории, да, часовые бренды, часовые компании, ну, они свое наследие любят, уважают и ценят. Ну, и немножко пользуются ностальгией нашей. Не забывая при этом улучшать всеми доступными способами все, что у них есть внутри. На этом, я думаю, мы сегодня достаточно. На самом деле часов можно подобрать еще очень-очень много разных, которые выходили тогда и выходят сейчас сравнить. Скажите, какие из представленных моделей вам понравились больше всего? И из них какая понравилась? Та, которая была раньше или которая есть сейчас? И расскажите про модели, которые есть у вас, и мы продолжаем их находить у производителей по сей день, потому что они их перевыпускают. Никита, большое спасибо, что поделился своей коллекцией, поделился своими знаниями. Спасибо тебе большое, Алексей, что выразил такой интерес коллекции к подбору современных моделей. Ну, а если вам какие-то конкретные модели могут быть интересны, если вы хотите провести с ними какую-то аналогию из прошлого, пишите об этом, мы попробуем что-нибудь для вас отыскать и обязательно это показать, сравнить. Кстати, некоторые старые модели вы можете найти непосредственно в музее истории часов в салоне All Time. Так что, если вам интересно посмотреть на те часы, которые выходили 20, 30, 50 или даже 100 лет назад, приходите, здесь можно найти такие часы и сравнить их со современными аналогами. Ну, а на этом говорю вам большое спасибо, прощаюсь и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok